Привет-привет! Скучал? А я-то как? С тобой снова я, Гульфия Мутугульна. В эфире самые лучшие молодежные новости нашей республики Универ Ньюз. Устраивайся поудобнее и наслаждайся. Сегодня в выпуске. Просто космос. Пережив просторы галактики, космонавт приехал в университет. В КФУ обсудили наиболее важные научные результаты исследований Луны. Задумайтесь. Возможно, человечество не останется на Земле навсегда. И уже близко то время, когда людям всем миром придется покинуть родную планету. Человек, который уже побывал в открытом космосе, приехал в Казанский федеральный. Какова цель его визита? Смотри далее. Казанского университета встретила гостья, чей вклад в науку известен всему миру. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Известный космонавт посетил Казанский университет, чтобы принять участие в научном симпозиуме, исследовании Луны и космическое технологическое наследие. Но перед началом мероприятия с большим интересом изучил обсерваторию КФУ, словно заново открывая для себя все величие древнейшей науки астрономии. У меня одна из любимых икон – икона нечаянной радости. Вчера, во время моего посещения университета, я должен был поклониться иконе нечаянной радости. Я увидел то, чего даже не предполагал. От чуткого взора Алексея Леонова не ускользнул и планетарий КФУ. Несмотря на то, что гость посетил его впервые, он отметил, что Казанский планетарий собрал в себе лучший мировой опыт 22-х планетариев с разных точек мира, а также оставил на путстве с современным студентом, от которых зависит будущее современной науки. С детства два капитана Каверина бороться, искать, найти и не сдаваться. А у меня немножко другой совет вам. Это очень важно, конечно, искать, искать, искать. Только был вопрос, перед кем не сдаваться? Перед собой, наверное. Я могу сказать, что если хочешь, чтобы самое маленькое дело было решено успешно, приложи к этому маленькому делу самое большое усилие. Всегда все получится. Кроме того, Алексей Леонов оставил предварительное согласие на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Не исключено, что в скором времени территория обсерватории и планетария Казанского университета обретет новую роль – Центра развития и популяризации науки имени не только выдающегося ученого Василия Энгельгарда, но и героя эпохи космических путешествий Алексея Леонова. Аделья Мухаммедовична, Ленардо Влитяров, Универньюз. В дни с 25 по 30 августа в Казани находятся лучшие астрономы России. Они приехали на научный симпозиум «Исследование Луны и космическое технологическое наследие». Подробности в следующем сюжете. С 25 по 30 августа на базе Казанского университета и астрономической обсерватории имени Энгельгарда проходит международный научный симпозиум «Исследование Луны и космическое технологическое наследие». Мероприятие в торжественной обстановке открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Симпозиум приурочен к двум выдающимся событиям в истории изучения Луны. 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС «Луна-9», а также выводу на орбиту первого в мире искусственного спутника Луны. Это мероприятие как бы не единственное мероприятие, а в нем сосредоточены три отдельных мероприятия. Это первое – исследование Луны, современнейшие программы, какие мы будем принимать решения по участию в этих программах, что в мире происходит по исследованию Луны. В период проведения симпозиума будет организована молодежная школа по астрономии с участием школьников, студентов и аспирантов из России и стран СНГ. Дети, они не получают сейчас астрономического образования в школе, и мы стараемся всеми силами дать его в Казанском федеральном университете. Это и планетарий, и астрономическая обсерватория, где читаются соответствующие лекции, и, соответственно, вот такие вот мероприятия, где устраиваются такие вот летние молодежные школы. Казанский университет с момента основания, он всегда исследовал нашу ближайшую космическую спутницу. И здесь очень много чего наработано, очень много чего сделано, но предстоит сделать еще больше. Стоит отметить, что в работе симпозиума принимает участие дважды герой СССР, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Архипович Леонов. Напомним, что симпозиум будет продолжаться до 30 августа. Адиль Валеева, Роман Самарин, Универньюз. В Казани побит очередной температурный рекорд, а в набережных Челнах откроется хай-тек-мечеть с кафе для водителей. Как вы поняли, настало время самых ярких и актуальных новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. Десятый фестиваль в джаз-усадьбе Сандецкого в Казани завершится двойным концертом. На сцене выступят джазовые гитаристы Джек Писага и Антон Горбунов, а также инструментальный коллектив Ольги Скепнер и Андрея Руденко. КамАЗ подписал соглашение с Яндексом. Соглашение касается внедрения технологий беспилотных автомобилей. В набережных Челнах откроется хай-тек-мечеть с кафе для водителей. Религиозное учреждение построят на автодороге номер один на берегу реки Челнинка. В Казани побит очередной температурный рекорд. Максимальная температура воздуха 24 августа в столице республики составила 34,9 градуса тепла. В выставочном зале Дома дружбы народов Татарстана 25 августа откроется художественная выставка «Край души нашей», посвященная Дню города и Дню республики. На выставке будут представлены более 80 работ, относящихся к разным видам изобразительного искусства. Ученые КФУ совместно с Хальдер Топса готовы вытеснить с российского рынка импортные катализаторы. Напомним, сотрудничество Казанского университета с мировым гигантом нефтехимической промышленности началось во второй половине 2015 года. Фестиваль «Свияжская уха» в этом году пройдет 3 сентября на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок». В программе «Свияжская уха» дегустация блюд, торжественные шествия по улице Успенская, конкурсы на скоростное разделывание рыбы, самую вкусную уху и многое другое. В IT-лицее Казанского университета появится первый в России робот-учитель. Машина будет преподавать уроки математики, физики, информатики, химии и сможет отвечать на вопросы. В нынешнее время наблюдается настоящий бум в отношении сериалов. Мы провели опрос среди обычных граждан, чтобы выяснить, какие сериалы они предпочитают смотреть и с чем связана их огромная популярность сегодня. Ну да, я люблю бразильский сериал смотреть. Ну обычно старые какие-нибудь, которые раньше играли, например. Клон. Сериал «Ленивер», потом чуть-чуть молодежку смотрела, девчонки смотрела. «Ферлок». Нравится дедукция самого героя, как преподнесено. И герой достаточно симпатичный и подходит под описание, как в книге. Я смотрела «Герпизов». Очень оригинальный сюжет и захватывает с первых серий, поэтому хочется продолжение смотреть. Я очень жду ходячих «Герпизов», потому что я очень надеюсь, что они убили Нигленна. Но в комиксах он умер от рук Нигана, но я очень надеюсь, что они его оставят. Это мой любимый персонаж. Наверное, сериалы, они больше знакомят человека. Там есть время раскрыть персонажа, чтобы персонаж эволюционировал. Из американских «Сплетница», мне кажется, отбросы все уже смотрели. Позволяет нам на какой-то определенный промежуток времени абстрагироваться от ситуации, от грустных мыслей. Например, сериал, ты можешь посмотреть одну серию, тебя затягивает, ты смотришь, даешь, интересно наблюдать за тем, как меняются герои, как это в жизни бывает. На сегодня у меня все. И помни, вдохновляй, пой, танцуй, путешествуй, смейся и щедро делись с твоей радостью. И не думай, что для того, чтобы быть щедрым, ты должен быть богатым. Как раз наоборот, если ты хочешь быть богатым, будь щедрым. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok